Добрый день. Тема моего доклада представлена на экране. Тема лично для меня очень болезненная, потому что мы давно уже начали пытаться заниматься колокализацией. И спустя несколько месяцев или более полугода исследований поняли, что мы до этого все делали неправильно. Как правильно сказать, очень сложно. Колокализационный анализ — это метод довольно распространенный в клеточной и молекулярной биологии. И связан с тем, что у нас есть некоторые белки или органеллы, и нам нужно посмотреть, насколько они пытаются колокализоваться внутри каких-то клеточных компартментов, внутри клеток, или наоборот, они никак друг с другом не колокализованы. Заходит ли один белок в митохондрии, колокализуется ли белок с микротрубочками, и все в таком духе. Изначально оценка колокализации была только качественной. То есть один флуоресцентный зон, допустим, был зеленый, второй красный. И исследователи искали, есть ли желтое пересечение зеленого и красного. И оценивали просто на глаз. Но такая оценка субъективна и очень маловоспроизводима по данным разных исследований. И было предложено множество разных коэффициентов, количественных параметров, которые позволили бы оценить как-то колокализацию более объективно. Ну, это предмет дискуссии, какой именно коэффициент выбрать для конкретного исследования. И нередко это также просто субъективное предпочтение отдельных групп, отдельного исследователя. И какой из них на самом деле лучше, какой хуже. Таких работ, ну, не сказать, что их нет. Они есть, но тем не менее данный вопрос пока не решен. И более того, во многих работах предлагается использовать одновременно несколько коэффициентов, несколько параметров, чтобы как-то исключить какие-то неспецифические перекрытия, неспецифические вещи, шумы и все в таком духе. И также на современных микроскопах многие оборудованы системами, искусственно усиливающими, повышающими разрешающую способность микроскопа. Такие как AirisCAN на нашем конфокальном микроскопе. Такая система тоже есть. И мы очень хотели узнать, как использование этой системы, как оно повлияет на оценку колокализации. Собственно, мой доклад будет преимущественно об этом. Да, каков был протокол? Мы пытались, для примера колокализационного анализа, мы пытались оценивать метафагии в разных клеточных линиях. На первичной клеточной культуре, на фибробластах и на клетках MDCK. В клетки первичной нейроглиальной культуры мы вносили CCCP, который должен вызывать метафагию по определению, и пытались оценивать разными параметрами. На фибробластах мы изучали фибробласты контрольные и фибробласты с мутацией в ПИНК-1, в которых должна быть дефектная метафагия, по сути, ну, исключая, конечно, какие-то альтернативные пути метафагии, которые в них могут быть активированы вследствие дефекта ПИНК-1. И на MDCK мы оценивали метафагию просто в контрольных клетках, обычным конфокальным методом и системой ARISCAN. Для колокализационных параметров мы взяли коэффициент пространственной колокализации, ну, или его можно выразить как коэффициент от 0 до 1, либо как проценты колокализованных органелл, допустим. Коэффициент корреляции Пирсона, взвешенный коэффициент корреляции, или он же коэффициент корреляции Мандерса, и коэффициент перекрытия Мандерса. Это четыре одни из наиболее распространенных коэффициента, которые часто используются в разных системах и в разных научных публикациях. Ну, перейду, наверное, к результатам. На клетках первичной нейроклеальной культуры, а, да, метафагию мы оценивали обычным методом с помощью зонда мета-трекер-грин, который окрашивает метахондрии, и зонда лиза-трекер-ред, который окрашивает лизосомы. Мета-трекер-метахондрии зеленые, лизосомы красные. На контрольной первичной нейроклеальной культуре мы видели, ну, какую-то физиологическую естественную метафагию. После внесения CCCP мы видели усиление метафагии, ну, и, в общем-то, сниженную жизнеспособность клеток, что, в общем-то, логично. Но при этом, когда мы попытались сравнить по ряду параметров, статистически значимую разницу нам предоставил только коэффициент корреляции Пирсона. Коэффициент пространственного перекрытия, взвешенный коэффициент пространственного перекрытия и коэффициент перекрытия Мандерса, они нам, к сожалению, не показали статистически значимой разницы, хотя должны были, что нас немного смутило. На фибробластах мы тоже пытались изучать метафагию. На контрольных фибробластах какая-то физиологическая метафагия определялась вполне неплохо. На фибробластах с дефектом ПИНК-1 метафагии, ну, мы видели в значительной степени меньше. И, в принципе, нам статистически значимую разницу здесь показал вновь коэффициент корреляции Пирсона и коэффициент пространственного перекрытия, в которых мы просто оценивали площадь перекрытия метахондрий и лизосом. И на клетках MDCK мы попытались использовать сначала получить просто конфокальное изображение и затем изображение системы AERISCAN. Это одно и то же поле зрения, одна и та же клеточная культура. И даже на взгляд видно, что при использовании AERISCAN мы получаем очень много желтого сигнала, мы получаем как будто бы очень выраженную метафагию, хотя на конфокальном снимке мы этого не видим вообще. И для всех коэффициентов мы получили статистически значимую разницу. И при использовании AERISCAN все показатели взлетали в два, а иногда даже почти в три раза. Что, естественно, значит, что, наверное, нам не стоит использовать AERISCAN для оценки именно колокализационных параметров, потому что, ну, иначе мы получим очень разные странные результаты. Предварительные выводы были таковы, что необходимо использовать подходящий параметр для каждого конкретного исследования. У каждого из коэффициентов изначально есть свои точки применения и свои границы допустимого, где их можно использовать. И для задач в клеточной биологии, для задач в молекулярной биологии, как правило, мы пришли к тому, что надо для каждой задачи подбирать конкретные параметры. Для наших задач наиболее надежными оказались коэффициент корреляции Пирсона и коэффициент перекрытия Мандерса. Ну и помимо этого обычный коэффициент пространственной колокализации. Мы его все еще постоянно используем как наиболее простой и наиболее логичный, в общем-то, параметр. Использование ARISCAN и других подобных систем существенно влияет на полученные параметры. Они позволяют получать высококачественные изображения, но для оценки каких-то именно вычислений, наверное, все-таки лучше не использовать. Ну и хотел бы также сказать несколько слов о том, как мы применяем данные методы на практике, в других исследованиях. В данной ситуации это исследования были связаны с белком теплового шока HSP-70 и, в частности, с циконцевым фрагментом по совместной работе с коллегами. Значит, здесь мы также прокрасили фибробласты контрольные с метатрекером и лизотрекером и попытались активировать метафогию с помощью циконцевого фрагмента HSP-70. Как видим, спустя 24 часа инкубирования с циконцевым фрагментом HSP-70 мы наблюдали значительное усиление метафогии, что также видно и на превосчислении коэффициента пространственной колокализации и превосчислении коэффициента корреляции пирсона. Также у нас получилось активировать метафогию в ПИНК-1 дефектных фибробластах с использованием циконцевого HSP-70 в небольшой степени, но тем не менее CHSP-70 запускает, вероятно, какие-то альтернативные пути метафогии на фибробластах с дефектной ПИНК-1 системой, что также видно и при вычислении коэффициента пространственной колокализации и при коэффициенте корреляции пирсона. И здесь я хотел бы просто показать видео, можно ли бы просто запустить, активация метафогии на контрольных нейроглиальных клетках, ну или видео не будет. Вот, да, значит, красивое видео не получилось, зато есть графики. На первичной нейроглиальной культуре мы тоже активировали метафогию и тоже получили значимую разницу при коэффициенте пространственной колокализации и при коэффициенте корреляции пирсона. Это контрольная нейроглиальная культура, и мы получили просто активацию метафогии с помощью фрагмента данного белка. Ну и по данным литературного анализа и по нашим экспериментам, к какому протоколу колокализационного анализа мы в итоге пришли. Во-первых, это достаточная выборка. Как правило, во всех протоколах по метафогии, по осанке других колокализационных вещей используется такая формула, скажем так, 30 клеток с одного стекла, 3 стекла для каждой группы и 3 повторения эксперимента в каждом исследовании для... Ну, это минимум, который позволит нам получить какие-то достоверные данные. Использование конфокального режима без системы искусственного усиления разрешения, таких как Эрискан. Мы ранее при колокализационном анализе мы выполняли серию оптических срезов и построение 3D-моделей, и в каждом срезе высчитывали коэффициенты. Однако по нашему опыту и по опыту других научных групп и публикациях, как правило, достаточно выполнения одного репрезентативного снимка для поля зрения или для отдельных клеток. Установление трэш-холда какого-то порогового значения это тоже предмет такой очень дискутабельный. Когда мы его выстраивали исключительно на глаз, устраняли, в общем-то, шумы, нередко получалось так, что разные исследователи, анализируя одни и те же данные, приходили к разным результатам. И сейчас, ну, как один из вариантов, мы стараемся использовать автоматическое установление трэш-холд по Костасу. Это некий математический алгоритм, который использует автоматическое установление трэш-холда, исходя из шумов, которые есть всегда на бэкграунде. И это как-то позволяет нам более объективно получить, более воспроизводимо получить наши данные. Максимально точное выделение области интереса. То есть, если мы, допустим, оцениваем колокализацию и оценивать со всего поля зрения или с отдельной клетки, мы получим совершенно разные значения. И более того, если мы, например, оцениваем метафагию, то может случиться такая вещь, что если мы выделяем границы только клеток, а при этом в клетке у нас большую площадь занимает ядро, то, ну, логично, в ядре никакой метафагии не будет, и площадь ядра может тоже повлиять на колокализационные параметры. Поэтому для каждой конкретной задачи области интереса тоже определенные нужно выделять очень аккуратно. Ну и выбор подходящего коэффициента к колокализации, ну, или лучше даже, наверное, нескольких. Вот, ну, на этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Если вопросы, я постараюсь ответить, как смогу. Спасибо. Я уже знаю, к кому я иду. Вот, но единственное, замечу, наверное, все-таки 100 микромоль FCCP, это, наверное, скорее очепятка, да, чем реальная концентрация, которая использовалась для... 10, 10. Да, думаю, стоит. Это уже совсем жестко что-то. Спасибо, очень интересно. По-видимому, выжили все возможно из имеющихся у вас данных, и эти выводы, они действительно достаточно интересны. Но вот все-таки, на мой взгляд, недостаточно сравнивать колокализацию с колокализацией. Нужно иметь какой-то независимый параметр, когда вы говорите об индукции какого-то там процесса, в данном случае метафогии. Надо, ну, либо можно фред какой-нибудь сделать, можно белки померить, можно еще что-то. Это вот первое замечание. При этом, как сказал выше, вы из того, что у вас имеется, что вы можете ручками сделать, вы выжили, все возможно, и очень классно все получилось. С другой стороны, вот вопрос. Как вы учитывали метафондриальную лизосомальную массу? Дело в том, что у вас может быть, ну, грубо говоря, 20 метафондрий в клетке и 2 лизосомы. Процесс как бы индуцирован, вы там добавили в СП, а эктолокализация, ну, будет такая маленькая, потому что, ну, нету лизосом, никто не индуцировал, например. Был какой-то подсчет вот этого? Да, спасибо большое. И другое дело, что под воздействием, таким как и в СП, количество и того, и другого может меняться и масса. Да, дело в том, что этот вопрос, он немножко может... Ну, допустим, ну, допустим, наверное, вот здесь. Да, у фибробластов, например, метафондриальная сеть, она, допустим, может быть не такая богатая, да, как у нейронов, предположим. Да, в данном случае мы не использовали параметры метафондриальной массы и других, но по литературным данным, по нашему опыту, в принципе, если мы выделяем области интереса и высчитываем параметры, например, Пирсона, то он не дает нам просто, допустим, площадь метафондрии в клетке, он дает нам, насколько колокализованы, допустим, зеленые и красные пиксели. То есть он же не учитывает именно площадь метафондриальной массы, и мы при этом получим, в общем-то, параметры, насколько перекрываются площадь одной и площадь другой. То есть если там, допустим, метафондрий меньше вследствие там CCCP, допустим, или по другим каким-то причинам, то, ну, в принципе, логично, что мы там будем ожидать и выше какой-то процент метафогии, и, ну, наверное, это не должно как-то влиять на результаты негативно. Мне так кажется, по крайней мере, ну, да, мне кажется, нет. Я могу ошибаться. В принципе, в работу подсчет выбрали только, ну, как бы идеально получившиеся изображения, потому что при измерении метафогии, иногда, да, часто бывает, что, например, лизосомы, они выгорают быстрее, ну, при определенных воздействиях, или, например, в определенной культуре клеток. Вот. У вас в таких случаях не было таких проблем с получением изображений? Ну, выгорание лизосомы у нас как-то не сильно наблюдалось. Мы стараемся так, не знаем, с чем это связано. Вот. Ну, в подсчет, ну, тут показаны картинки, конечно, самые красивые, которые получились, но в подсчет брались все. Вот. Да. Все культуры, все изображения, вот, в принципе, ну, как-то с выгоранием лизосом мы особо не сталкивались. У меня такой вопрос. Вы сказали, что при применении технологии РСКАН у вас увеличивается как будто бы уровень метафагии. Как вы думаете, с чем математически это может быть связано? Потому что, ну, понятное дело, что программа, она это как-то что-то изменяется, какой-то параметр. Почему вообще такие разбросы, такое значение может быть при применении РСКАН? Насколько я понимаю, меняются оба. Я попробую рассказать, как я это понимаю, просто это, ну, математическая вещь, а как бы врачи в математике не очень разбираются. Я не исключение. Вот. Да. И РСКАН, в общем, да, вот, вот в том-то и проблема, да. Да. РСКАН, насколько я, насколько я понимаю, для него, во-первых, нужны гораздо более высокая интенсивность сигнала, и после этого он каким-то образом высчитывает всю полную площадь и делает очень сильное вычитание всего сигнала и позволяет получить какую-то, ну, более, что ли, качественную, более точное изображение. Но при этом интенсивность обоих сигналов будет изначально гораздо выше, и мы получаем гораздо больше шума, который при математическом анализе вместо того, чтобы оценить это как шум, он оценивается как полезный сигнал. И, насколько я понимаю, на выходе мы получаем именно вот такое изображение. А может быть, наоборот, это более приближенное к реальности изображение, если все-таки РСКАН позволяет отсечь какие-то области, да, вот только максимально или вы думаете все-таки, потому что это связано с настройками микроскопа просто? Нет, я почти уверен, что это связано именно с необходимостью очень высокого, высокой интенсивности лазера и последующей математической обработкой, которая происходит в этом сигнале. То есть, ну... Интересно, получается, что технология как будто бы направлена на то, чтобы, наоборот, отличить такие вещи тонкие, все превращает в какую-то непонятную... что-то... что-то... Вот.